Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал Moral Life. Сегодня мы рассмотрим с вами трудовое законодательство Турции. Многие, работая в Турции, к сожалению, не совсем знают свои права. Я хочу поделиться с вами ключевой информацией о трудовом законодательстве Турции. Права работника по Трудовому кодексу Турции. Мы с вами рассмотрим следующие темы. Определение и элементы трудового договора. Время работы, время перерыва, ежегодный оплачиваемый отпуск, брачный отпуск. И рассмотрим с вами особое положение о трудящихся женщинах. Такие положения, как декретный отпуск, разрешение на кормление и менструальный отпуск. Я думаю, что многие из вас сейчас удивлены, но такой вид отпуска в Турции тоже существует. Зависимость, работа и зарплата являются основными элементами трудового права. Что мы понимаем под словом зависимость? Это значит, что сотрудник зависим от работодателя. Он выполняет работу, а работодатель обязан платить зарплату. При отсутствии письменного договора между сторонами, работники считают работающими по бессрочному трудовому договору. Дело время, потехе час. Все мы вспомнили знаменитую песню, а сейчас давайте рассмотрим время работы. Еженедельное рабочее время не может превышать 45 часов. В случае направления работников-работодателем на работу в другое место, кроме рабочего места, в дороге проведенное время считается ежедневным рабочим временем. Время, затраченное на ожидание работы, зачитывается как ежедневное рабочее время. Если работа составляет 4 часа или меньше, перерыв составляет 15 минут. Если вы работаете 7,5 часов максимум, ваше время перерыва составляет 30 минут. Если вы работаете более чем 7,5 часов, то ваше время перерыва составляет 1 час. ежегодный оплачиваемый отпуск работник должен проработать на рабочем месте не менее одного года с первого дня работы в этот срок включается и испытательный срок после того как работник проработает бесперерывно один год на рабочем месте он имеет право на 14 дней оплачиваемого отпуска этот отпуск не может быть прерван при исчислении годового периода суммируются периоды времени отработаны работниками на одном или разных рабочих местах одного и того же работодателя если вы работаете от 5 до 14 лет на одном и том же месте работы то вам положен 20 дневный более 15 лет то вам положено 26 дней оплачиваемого отпуска в случае бракосочетания работникам полагается 3 дня оплачиваемого отпуска если у вас возникли вопросы по поводу заключения брака в турции вы также можете обратиться ко мне декретный отпуск женщинам полагается 8 недель до рождения ребенка и 8 недель после рождения ребенка законного отдыха во время беременности работницам предоставляется оплачиваемый отпуск для регулярных медицинских осмотров в общей сложности полтора часа молочного отпуска в день предоставляется работницам для кормления грудью своих детей в возрасте до одного года такой вид отпуска называется разрешение на кормление в день полтора часа вы сами регулируете когда вы будете использовать этот перерыв менструальный отпуск коллеги адвокатов анкары предоставляет каждый месяц один день выходного дня для женщин это была ключевая информация по трудовому законодательству по всем личным вопросам вы можете записаться ко мне на консультацию отставив комментарий под видео или написать мне в инстаграме спасибо за просмотр увидимся в следующих видео пока пока